коллеги здравствуйте я вот впервые так опоздала прям на одну минуту о чем за что прошу о большой прошу извинить меня просто сегодня утро началось того что в одной части москвы вещает большая компания эврики по поводу в гос 4.0 обсуждаются вопросы содержания образования в другой части москвы обсуждают свои проблемы университетская книга и союз издателей россии и собственно вот не то что даже приобщиться к этому то есть понятно что в этом надо участвовать но есть другие обязательства поэтому я вот бросив эти две компании на перепутье значит сейчас пообщаюсь с вами а потом опять буду вынуждена вернуться потому что но не потому что я считаю что это решает какие-то глобальные проблемы после того как мы все все пообсуждаем вот у нас вдруг все значит будет прекрасная жизнь завтра нет но тем не менее посмотреть что происходит это очень очень важно итак спасибо большое сегодня мне ассистируют лидия следы спасибо громадное я приступаю к нашей сегодняшней теме у нас такая замечательная книга которая рассказывает что у вишенки внутри и эта тема которая всегда очень очень волнует наших малышей если мы посмотрим на обложку этой книги которую я вам здесь представила видите она вот на один плюс рассчитана в принципе ее можно я думаю смотрите до старости я шучу конечно но она очень приятная во первых у нее редкий формат она квадратная что как я уже говорила бывает не часто что для изучения формы очень полезно она очень пухленькая поэтому ее приятно поддержать в руках и главное что если вы вот обратите внимание но насколько конечно хватило моих и моей камеры фотографических резервов да я попыталась это сфотографировать нет углов которые могли бы быть травмоопасны для ребенка и так что у вишенки внутри книга представляет из себя буквально 6-10 страничек на каждом развороте каждой страничке помещена одна ягода или один фрукт я даже не буду сегодня наше сообщество ввергать в этот спор потому что сегодня уже спорят ягода ли вишня ягода ли тыква и на этот счет единого мнения нет поэтому я думаю что это тоже один из тех вопросов которые нам сегодня завтра и послезавтра придется пересматривать что же нам говорить ребенку что это ягода или арбуз или это не ягода и так далее то сейчас все вот эти подходы пересматриваются существует набор мнений что ягода что нет что фрукт что нет что овощи что нет на самом деле эта книга вот не только удачно по форме но она на редкость удачно по содержанию давайте говорить правду очень мало среди нас хороших поэтов то есть я бы так сказала их практически нет хотя конечно наверно издательство считают что среди нас хороших поэтов завались в общем то очень и не вводят вас в противоречие ну например ярко-красные соседки взялись за руки на ветке вишенки в листве горят привлекают птичек в сад то есть как бы вопросов нет несомненно привлекают птичек в сад и собственно нет такого словоблудия который трудно вынести и невозможно читать все очень спокойно вы видите по мнению с предыдущей книга здесь нет цветов вырви глаза что тоже очень вырви глаз что у тоже очень хорошо но есть дополнительный бонус и мы сейчас с вами его увидим вот если я бы держала эту книгу в руках то я непременно попыталась бы вытащить вот эти вот кругляшки чтобы посмотреть что же там внутри и внутри бы обнаружила что у нас есть косточка и мякоть и в принципе прочитав это и объяснив это и показав как можно вытащить этот кружок я придумала бы достаточно длительную игру с ребенком потому что они любят вот засунуть пальчик в эту дырочку и попытаться вытащить заглушку что называется чтобы посмотреть что под ней их собственно это достаточно длительная процедура дети обычно любят на этом сосредоточиваться они долго это делают и во всяком случае знакомиться с тем как это выглядит но у этой игры есть еще одна возможность вот сегодня у нас еще нет на улице вишни а через какое-то время она будет и можно даже и взять вишенку и разрезать и показать как это выглядит внутри внутри это будет выглядеть немножечко иначе потому что у меня такое подозрение что художник все-таки немножечко смешал черешню и вишню потому что такое у меня подозрение но я не агроном что косточка у вишенки чуть чуть темнее чем вот в данном вопросе но это вот не знаю наверное среди вас есть лучшие специалисты чем я это неважно во всяком случае на очень полезно бывает не только отработать вот этот вариант но и отработать вариант с натуральным продуктом показать сорвать с куста если такая возможно не с куста с дерева конечно такая возможность есть ягодку посмотреть как капает сок с ягодки посмотреть что там внутри у ягодки то есть совместить не только изображение не только осязание но и значит добавить сюда и обоняние и да и обоняние и это было бы наверное очень интересно то есть это расширяет использование книги еще на несколько уровней если мы пойдем дальше мы увидим ту же самую историю с апельсином и здесь я прошу обратить ваше внимание что поскольку описи альпельсин больше то вот эта вот фигурка которую нужно сначала снять с апельсина да то есть чтобы открыть что там внутри она сложнее и надо сказать собирается сложнее то есть на самом деле каждая страничка это новый уровень сложности по собиранию и так если можно выразиться пазла да вы можете это попробовать легко потому что вот я сегодня и вчера собирала это и точно могу сказать что каждый раз это сложнее получается опять же если мы посмотрим с вами на стихи то они тоже в общем то очень очень выдержанные апельсин в ветвях растет в кожуре укрылся плод здесь можно этот эту книгу использовать и чтобы посчитать сколько висит апельсинов на дереве да значит что они оранжевого цвета что где они растут можно рассказать можно если у вас есть при этом еще и апельсины понюхать его посмотреть как он пахнет то есть фактически максимально использовать не только рисунок не только комментарии к рисунку не только пазлы но и фактически тот плод о котором мы который о котором мы говорим и вот когда мы открываем вот эти вот то что было закрыто мы видим вот такую интересную значит конструкцию с ней тоже можно поиграть потому что она достаточно необычную она очень интересна она не без ошибок потому что мы видим что здесь очень странные семена не семена волокна не волокна то есть здесь есть некоторые прямо скажем элементы которые но наверное не совсем которые стоило бы доработать при переиздании потому что симпатичная книжечка получается но есть некоторые недоработки вот дальше мы переходим к яблокам то есть получается что вот уже у нас четвертый фрукт который мы смотрим как он как он выглядит как он работает как мы можем разобрать эту конструкцию как мы эту конструкцию можем собрать и я даже не поленилась вот выглядит это вот таким образом но я даже не поленилась вот разрезала яблоко сфотографировала потому что наверное ребенку было бы интересно пальчиком потрогать не только вот то что мы с вами видели да вот это вот гладенькую поверхность книжечки но и шершавую поверхность самого яблока посмотреть как это выглядит да собственно мы видим что здесь может быть не так ярко и четко как на рисунке представлена семеношка да ну то есть то место где расположены семьи яблока да можно повытаскивать вот эти семечки посмотреть как они видите одно из них разрезано оказалось но естественно и собственно говоря здесь есть фактически работы с ребенком на достаточно длительное время потому что опять же мы задействуем здесь не только осязание обоняние зрение но и другие задатки и мы переходим дальше уже к арбузу арбуз складывается сложнее всех и действительно посмотрите он состоит раз два три четыре пять из пяти составляющих и не с первого раза вы понимаете как это складывается да на бахче лежит арбуз сочный сахарный на вкус ярко алый он внутри сколько семечек смотри я не стала арбуз открывать может быть и зря но я понимаю что семечек там много это можно обсудить да и это можно еще и поиграть в то что должен мальчик сделать например для того вырастить этот арбуз но в данном случае он поливает можно понятно что это уже как бы задача не один плюс это задача уже даже и два плюс и три плюс то есть эта книга достаточно долгоиграющая она не на сегодня не сегодня начинается не сегодня заканчивается то есть фактически это одна из тех книг которые может достаточно длительное время храниться в нашей с вами коллекции хороших книг если мы тебе сделаем шаг еще дальше то мы с вами обнаружим что у нас не только книга что у вишенки внутри но у нас есть еще четыре серии которые посвящены разным аспектом опять же тоже познание мира и а вот да действительно и новое слово для словаря и на самом деле ведь есть совершенно уникальные группы родителей которые образуют сообщества читателей детских книг и они даже разрабатывают методики когда если им не нравится текст они меняют его надписывают в этой книге если их устраивают картинки другой текст добавляют словарик то есть они превращают в книгу в абсолютно новое произведение и это еще одно из направлений деятельности очень интересное я в свое время следила за работой трех или четырех вот таких родительских клуба по чтению это вообще новое направление которое может быть мы не всегда даже учитываем что они там делают они первые обратили мое внимание хотя даже странно что я сама на это не обратила внимание они обратили внимание на то что очень трудно читаются те книги которые написаны современными студентами по заказу так называемых новых издателей которые любой ценой хотят сократить стоимость производства книги есть такое явление то есть получается что это вот борьба родителей за чистоту языка за доступность детской книги для родителей вот поэтому вот мне эта книга очень понравилась и я хотела поделиться возможностями ее использования на разных возрастных этапах и с разным с разной степенью обобщения с вами вот я прощаюсь с вами до завтра мы завтра увидимся и будем рады если вам понравится эта книга и до новых встреч спасибо вам прекращаю вещание спасибо спасибо спасибо